И снова с вами Брит, ребята, черная посвечка из Китая, от моей любимой компании YumiDigi Bizon X10. Да, ребят, я не покупал в прошку, я купил специально чуть-чуть попроще, знаете, я считаю, что те люди, кто покупают такие телефоны, им вот не надо, знаете, там памяти, чтобы много было. Тут есть все самое главное, MTK в P60, аккумулятор в 6150, защита там IP68, 69, 11 Android и оплата с помощью телефона. Хотя, честно, я не знаю для чего, еще компания указывает, что камера в 20 пикселей, знаете, я читал, и так аж смешно, ну, в такой степени оно все впичкано. Еще что самое вот удивительное, из новой почты, естественно, же задержали ее, и вот я не получил ее, но у нас есть любимая Укрпочта, в которой спокойненько посылочка приходит к нам. И тут мы, что вот, ребята, проблем вот не имеем. Указано, смотрите, я показываю BIS, X, 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 Y, специально, что для, ну, кто из Европы, чтобы в курсе были. Окей, открываем. Я специально, знаете, вот не вникал в спецификации, его просто хотелось записать, вот, вот, первое впечатление, потому что, честно, у меня по плану им попользоваться. Я вот даже взял для спортивного интереса, вот этим чудом все-таки попользовался, честно скажу, как дополнительным телефоном. Терпение на такое чудо все-таки, вот, я не знаю, у кого и хватит. Указано, в компании, вот, Yumi Digi у нас все идет, в ТТХ, смотрите, в P60 идет все классно, 4 габайта оперативки в СА4 и с постоянно, и с карточками, экранчик. Единственное, что показалось, чуть-чуть покруче, но для такого процессора, я считаю, что классно будет. И с камерами указано, что с двадцаткой идет, но, естественно, знаете, я с компанией знаком уже давно, и иногда они, вот, именно с цифрками все-таки шелукавер. Там указано, где 20, то, конечно же, бывает чуть-чуть похуже. Но, вот, я из-за чего вкупил именно попроще. Тут спинка в типа стекло должно быть. Вот, смотрите, снова указано в ТТХ-шка, идет его по камерам, ну, типа, все круто. Идет 2, way, in the passing, в PUSH. В, короче, в теории, вы еще покупаетесь и с ним, и сможете вписать все. Я, естественно же, сделал булечку по дизайну. Знаете, что они сделали? Они сделали действительно в толковую штуку. Сканер справа. Вот, ребята, я думаю, что все помнят, в первом бизоне был слева, вот, как и здесь. Использовать вообще, вот, не получалось. Тут, я так думаю, будет классно. У нас специально есть кнопочка, чтобы снимать и фото, и видео. Ставка из металла идет, кнопка включения и кнопочки в громкости. Здесь, вот, сделано такое, знаете, и желтенькое, испачканное. Я так думаю, китайцы где-то испачкали его, но это так, знаете, я примахаюсь. В чем плюс у компании? Они делают дополнительную кнопку, в которую вы забабахаете все функции, в которые вас интересуют. Тут плюс. У нас впитание из USB-C идет. И в чем прикол, что вот нет, ни заглушек, ничего. Ну, заглушки, единственное, где присутствует у нас в конечном итоге, вот, только вот здесь. Секунду. Ты попробуй его еще вытащить. Ага. Так, а тут есть что-то еще в комплектации, чтобы докопаться? Смотрите, в комплектации питание и стандартное. Ну, и по традиции, я думаю, пятерка из 2 Ампера, знаете, чудо, я вот не ждал. Но, вот, меня интересует все-таки сим-карта. Сейчас я, естественно, же испорчу телефон, как обычно, знаете, у Леньки это привычка. Есть. И, конечно же, в компании чуть-чуть сэкономила, вставивши в комбинированный слот сюда. Ну, знаете, вот, в чего уже не вставить за компанию, чтобы было и симки, и карта в памяти. Самое главное, вот, на чем я изначально акцентировал, именно спинка. Мне она, вот, интересна, вот, вообще. Раз. И, просто, вот, гляньте на красоту эту. Вот, ребят, я не знаю, что у нас сделано. Ну, в теории, в китайце там указывают, что стекло здесь, типа, в три камеры, вспышечка идет, в три дырочки, я не знаю, для чего. О, нет, динамики тут. Но, в плане дизайна, вот, смотрится, вот, честно, я считаю, что круто. Единственное, что, вот, желтые вставки, ну, так себе, знаете, вот, для любителя. Но, в плане дизайна, я вам скажу, вот, что класс. У меня, вот, есть, вот, из Realme, чтобы выглянули. Так, в толщина. Показываю, ну, и по экранчикам, вот, так, просто, вот, включим. На кой степени, вот, отличаются. Ну, и с этим покемоном. Так, раз. Ну, извините, что говорю, в покемон. Не, в плане дизайна, кстати, вполне симпатично смотрится. Знаете, в Тескармана, с таким чудовищем, в Тетокопа, и все-таки смотрят. Блин, ну, ух, ничего себе. У чувака классный телефон, типа. Ну, ладно. Так, включаем. Извините, что долго. Давайте, или сделаем сейчас, на секундочку, на паузу, чтобы это долгое вступление, вот, не ишло для вас. Извините, знаете, я думаю, в первое вступление, там, и вот, из регистрации сканера, я думаю, не сильно будет кому-то интересно. И встречаю, то, честно, знаете, заставка здесь вообще классная. Я не знаю, что в камера покажет или нет, но, в целом, впечатление осталось, вот, на удивление. Приятное. По минимуму, включаем запас, я думаю, будет в темноте слепить немножко. По максимуму, ну, вот, ребят, я не знаю. Знаете, чтобы экран светлый был бы, то бы слепило. Вот я просто взять, вот, если вот это чудо, ну, на секунду. Ну, кто круче. Давайте глянем. Я думаю, что здесь, знаете, акцентировать и рассказывать, вот, мне вот стоит, кто из экранов поинтереснее из них идет. Но, в плане экрана, вот, честно, экран вообще, ты смотришь и прикольный. Знаете, хотелось бы сказать что-то плохое, но вполне окей. Включены спутники, у нас геолокация, есть функция оплаты с помощью телефона. И все подписчиков просят меня всегда, включай изначально, вот, есть ли диктофон. По опыту здесь используется Google звонилка. В таком случае диктофона мы вот не увидим. И, конечно же, вот, ничего вот не изменилось. Да, ребят, бывает и такое, но, думаю, есть программы, в которые скачаете спокойно, вот, легко. И будет вам вполне комфортно. Изначально у нас есть в калькулятор, в полустановке. Те, что меня интересовало, в китайце акцентировали, что включается, вот, функция, вот, не надо вставлять в 3.5. Так, включаем, наверное, поезд. FM. Сюда. Поезд. Ну, и. У нас станция 100,7 местнейшего. Кто-то слышит музыку? Честно, вот я вот, нет, ребят. FM-ка. Ну, я так думаю, все изменится, или только мы еще не включились к интернету. Знаете, я не хочу изначально отримахиваться. Тем более, по плану остановить. По плану я сказал, что я все-таки хочу им попользоваться. Вот, честно, вот, мне в телефон вполне интересно. Что у нас здесь есть? Включение в Bluetooth, естественно, в трансляциях экрана, оплата, NFC, в печать. Все плюшки, что существуют на теперешний день, я вам скажу, что это круто. Вот, снова, функция ключа. Вот здесь, вот, действительно, вы управляете и первой кнопкой, и второй. Вот, иногда, бывает, в некоторых ситуациях и в жизни, у нас тут есть OpenToughBox, это функция, чтобы там, линейка, включаются всякие плюшки. Но, вот, знаете, вот, лучше, по опыту, включить, вот, чтобы фонарик был. И все, в теории, ты прикоснулся и фонарик включился, вполне комфортно. Вот, я и с собакой иногда гуляю поздно и спасать. Будет бить, включайте функцию, спасите. И такая штука есть. Тут, естественно, же, лучше включить для камеры, в конечном итоге будет чуточку комфортней использовать. И вот, тут, знаете, и хотелось бы что-то сказать, но тут все вполне окей. С навигацией. Самое, что главное, что все-таки у нас есть управление еще и свайпами. Вот здесь уже, ну, вот, для меня, вот, лично, в комфорте, я не хочу, вот, лукавить, я в привык. Вот эти все скриншоты с тремя пальцами, запись экрана, вот, это все всегда выключайте. Вот, ребят, по опыту, в конечном итоге, иногда бывают проблемы светодиодные. Я так думаю, что где-то у нас еще окажется индикатор, или имеется в виду, что при звонке будет включаться экранчик. Есть, да? Скриншотик. Выключаем, я, тем более, эту функцию снова-таки акцентирую. Вот, лучше выключайте. По аккумулятору, там, экономия, я не знаю, знаете, вдруг кому-то интересно, то, извините, я не хочу вот здесь вот рассказывать. Изменяется в температура экрана, и такая штука есть. Все-таки, вот, есть люди, кто пользуется такой темой, темная тема, автоматическое изменение от яркости. Опа, и стал и светлее, типа, чуть-чуть, опа. И выключаем. Ну, конечно же, вот тут снова-таки по экранчику сейчас, что делаем, ребят, включаем всегда, что я всегда вот делаю, включаю YouTube, чтобы вы увидели, как минимум, по качеству, в какое включается. Тем более, 4G интернет, в теории, должен показать еще, в картинку, вполне окей. Так, включаем, не знаю, в какое-то чудовище. Не, в попугайчике. И еще приятно, и вот, на удивление, реклама не оказалась. Опа. По качеству, чтобы глянули, что у нас делается сразу. И смотрите, вплоть до 4К. Ребята, я вам скажу, что это вполне круто до 4К. Знаете, вот, если у вас дома классный интернет, то вы, в конечном итоге, получите в теории идеальнейшую картинку. Я не думаю, что камера в телефонов покажет, вот, знаете, то, что ты в живую, ты видишь. Но, вот, реально, изображение, вообще, сказка просто идет. Я, честно говоря, вот, впервые могу сказать, уме, вы умнички. Но, экран тусклый. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть светлее был. Это просто, знаете, вот, я уже так примахиваюсь, чтобы, вот, ну, не оказалось, и не сказали, что все так классно, вот, я рассказываю. Так, звучание. Что у нас по звучанию? Включаем, epidemic sound, естественно же. Да? Epidemic sound. Включился. Ну, и звучание, чтобы вы услышали, именно, вообще, вот, по, вот, музыке. Что вы услышали? Как-то он звучит, такой интересный. Скажу честно, на твердую четверку с минусом я ждал больше. Вот, только из-за этого. Я не знаю, знаете, вдруг, ну, для кого-то будет комфортно, но я думал, что в таких телефонах всегда в динамике кричат по полной, а здесь мы такого вот не услышим. Что у нас из плюшек, вот, есть звук при наборе улучшения звука, и при том, что включена функция улучшения громкости в динамике, ребят. И, 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 и вибрации, вот, я, ну, чувствуется, но слабенькое в прикасании. Из памяти осталось 54 в 50, вот, просто, чтобы вы увидели. Из безопасности у нас есть еще сканирование лица функция, вы прикиньте, ага. Но с такими камерами, как здесь используется, по опыту, вот, ребят, лучше не стоит, честно. Давайте. Раз. Два. Вы прикалываетесь или что? А так. Нет. А так. Знаете, честно я скажу, что сканер включается и срабатывает, да, с опозданием, но включается и срабатывает идеально. Тут претензий, вот, не имеем. В EMOV, включается и срабатывает не сильно. И, на удивление, с плохим освещением, изумительно исправляется еще и сканирование от лица. Но, конечно же, вот, на улице, в темноте, вы этого, вот, не увидите. Цифровое благополучие, там, дура спит, я не думаю, что окажется в кому-то интересно. И с жестами, и в тем более меню питания, показывать виджеты, управление устройством. Я не знаю, знаете, вот, есть же люди, кто все-таки, вот, пользуется в такой хренью, да, акцентирует и рассказывает вот на таком. Я бы для спортивного интереса вот что включил сейчас. Как включается интернет, вот, меня интересует Алиэкспресс, например, сразу. Слёту с интернет, тут включается, срабатывает, станция близко, тут должно идеально. Есть, впишем, юмидиги. Мидиги байсон x10. Ох, я, конечно, в петицию. Ну, я написал юмидигу, оказалась какая-то штука для сигар специально. Ну, вот, именно, чтобы, вот, глянули загрузку страницы, гляньте, вполне комфортно. Вот, ребят, ищите, знаете, в претензии, но за те деньги, что мы его вкупили, я считаю, что вполне все ок. И еще, типа, вот, есть, в типа плавности, извините за такое слово, но бывает такое. Так, если захотели, включается функция HDR, искусственный интеллект. Ой-ой-ой. Ну, это уже, знаете, будем думать, что это еще нормальный телефон. Так, что у нас здесь по качеству, смотрите, в 20 пикселей. Типа, ну, конечно, по опыту, я думаю, что здесь эти пиксели, естественно, уже идут, знаете, вот, для галочки. Плюс, захотели, включается и ширик у нас есть, и камера для макросъемки. Давайте стандартно. Вот, мне просто интересно, с плохим освещением. Автофокус, кстати, чуть-чуть долговато думает, но, извините, знаете, это, это просто после использования, попользуйся, вот, классным телефоном. Кстати, и ширик включается, вдолговато думает. И включаем еще из макро. Я не знаю, какую дистанцию взять, вот, тут надо. И смотрите, из-за станции издеваются из компании Huawei, что у них есть Google. Ну, в некоторых ситуациях пригодится. И ширик, скажем, знаете, для галочки, он тут есть с нормальным освещением. Вы увидите, в целом, терпимое изображение. Ну, вот, я упустил одну деталь. Вот, камера из 20 пикселями и текст. Не, знаете, в целом, я вам скажу, что еще вполне вчитаемость осталось и нет, ну, ни кубиков, ничего, ни шумов. Но это все стоит испытать. С портрет, вот, ребят, захотели, тут изменяется, насколько в боке. И, конечно же, испытываем с кем. У нас, думал взять пацана из Vivo, но он чуть-чуть, ну, знаете, оказался бы и с бородой, то был бы чуть-чуть комфортней. Включаем в портретик и смотрим, что же мы увидим в конечном итоге. Детализация. Честно, так себе. Ну, в темная картинка. Я акцентировал, что освещение у меня вообще ужасно. Ну, вот, вы гляньте, что и с бородой. Все из волосинок он увидел, а там, где все за, он сделал идеально. Я, вот, честно, я в шоке пока. Пока в шоке, я даже, я не думал, что вот так, ну, дешевый в телефон. Ну, ну, вот, именно в темное изображение хотелось бы, чтобы и светлее, тем более, что и светит еще и лампа. Есть съемка в темноте, включается в прошка, ребят, извините, не хочу. Кто страшный, естественно же, включается в Beauty, будет вполне комфортно. Но меня интересовало еще, что у нас из видео. В качество, естественно же, из Full HD. Стабилизации, думаю, здесь нету. И снова всем привет, ребят, вы на канале Закист Китая. Мы испытываем телефон от компании Юми Диги, чтобы мы увидели, как снимает. Виво, скажи всем привет. Виво, мы тебя любим. Есть, так, сюда, текст, опа, автофокус и показываем. Раз, стоп. Есть, я надеюсь, что все увидели, ребят. И включаем. Смотрите, что меня изначально интересует. Информация. Вписывается MP4 по качеству. Это уже вкруч. Ну, знаете, пока и не так все печально. Честно, я думал, будет вообще в полный аут. Так, и включаем, естественно же, в камеру из селфи и качество из Full HD. Вот вы мне скажите, как камера из 8 пикселей, вот, можете снимать с таким качеством. Это будет интерполяция чисто, ну, по полной. И снова всем привет, ребят. Вы на канале «Азыки из Китая». Мы испытываем телефон от компании «Юмедиги Х10». Чтоб вы увидели, что на земельском диапазоне изменяется с освещением. Увидел еще там что-то в конце. Ну, знаете, что удивительно, что что-то в темноте он все-таки увидел. Ждем пока. Так, а где видео? Есть? Включаем. Ну, пока замечание, что нет стабилизации, а так в целом еще вполне вот ничего. Так, осталась картинка с портретом. Вот, ребят, извините, что... Раз. И портрет, конечно же. Есть. И смотрим сюда. Ну, и с портретом. Ну, детализация, конечно, ужасная. Прическу мне испортила. Надеюсь, что вы увидите. Ну, знаете, здесь в большинстве камера сделана вот так, что она тут есть. Я не могу сказать, что... Мне бы и стыдно было показать кому-то такое изображение. Вот здесь еще вполне терпимо и снимать. Тут три камеры и действительно в теории все окей. И давайте, вот, может, чуть-чуть в какие-то из выводов. У нас был отличный телефон и защита IP68-69. Там еще какие-то умные слова. За копеечную стоимость и шоу. Шикарный дизайн. Я не повторяюсь говорить этого. За исключением вот этой долбаной вставки. У нас есть и 3.5, ребят. У нас есть USB-C. У нас есть оплата с помощью телефона. Вставки из металла. Сканер, что включается и срабатывает. Экранчик в целом вполне терпимый. Что еще сказать? Бизоны все-таки, вот, наверное, единственный из юмиков, что я им ставлю в пятерки. И все. Да, ребят, есть свои недостатки, кто пытается в брак. Но за те деньги, что он стоит в конкурентов, ему их просто вот нет. Всем спасибо. Знаю, что долго было. Но я пытался и старался только для вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok